Говорить о традициях коневодства как достойных лошадей можно много и долго. Понимая эту ценность, молодежь из Абазинского улапсыш решила всерьез заняться этим вопросом. Одним из таких путей возрождения коневодства стали конные прогулки. Проводятся они не впервые. Много человек принимали участие в предыдущие годы, но в этом году из-за пандемии коронавируса конников было меньше. Альбина Ламкова продолжит тему. Образ крылатого коня, показанный в греческой мифологии, был характерен и для абазинского эпоса. Хорошая лошадь была особой гордостью у абазин. Хозяин дорожил ею, так как лошадь была верным и надежным другом. И в наше время это животное есть у многих людей, особенно в сельской местности, и пользуется популярностью у молодежи в ауле псыш. С самого раннего возраста, как это было принято у наших предков, детям прививают любовь к лошади и учат верховой езде. Это развивает физическую силу, выносливость, ловкость, мужество. Они выращивают лошадей. Я считаю, что это очень трудно, но не хотят возродить. Наши предки ездили на лошадях, жили с ними, и молодежь знает это. Я поддерживаю, чтобы они встречались ежемесячно, чтобы они друг другу показывали лошади свои. Лошадь – самое изящное и гордое животное, которое восхищает окружающих своей силой, выносливостью и смелостью. Необузданный нрав всегда привлекал к себе человека, а преданность и мощь лошадей навсегда привязали к себе людей, говорит участник конной прогулки Мурат Муртазов. Само по себе коневодство очень благое, очень здоровое, очень полезное дело. Отвлекает от всего негативного, сближает людей. Что касается абазинского коневодства, оно было во многих исторических документах очень значительным, что даже на душу населения приходилось две лошади. Несмотря на все войны, на все разрухи Кавказской войны. Не так давно лошади помогали по хозяйству. И только в 21 веке их заменили на механизированную и автоматизированную технику. Но несмотря на это, грациозное животное представляет ценность и в нашем современном обществе. Помимо того, что лошади – преданные друзьям, они еще помогают восстановить здоровье человека. Прогресс, технологии и так далее. Посадили нас вместо лошадей на автомобиле. И несмотря на все это, зов сердца, генетический код абазина срабатывает. И вот когда вот такие вот тенденции появляются, почти все, большая часть из наших мужчин хотят, прям чувствуют свою близость к лошади. И на таких вот началах заводят лошадей, содержат их, ухаживают, вкладывают в них душу, сердце. По мнению участников мероприятия, конные проходы стоит проводить регулярно. Это позволит увеличить популяцию этих прекрасных животных, польза которых велика для человечества. Альбина Ламкова, Заурлиева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.